Всем доброе утречко! Сегодня, наверное, будет самый мимимишный влог, потому что это снова будет такая сборная солянка со всяких милых подготовительных моментов к появлению малышки. Мы с вами и пеленальный столик будем собирать, и кроватку, и все вещи, которые остались от Евы, и новые вещи стирать, раскладывать, организовывать, в общем, все буду показывать. Еще мы даже пойдем с вами в роддом. Но начнем мы с вами с моего обычного утра. Я хотела вам давно уже показать мою йога-разминку, которую можно делать во время беременности в любом триместре, в любой день. Я не буду полноценную, конечно, практику показывать. Более того, у меня, если что, на канале есть она. Я вам покажу просто, что делаю я, что для чего, с какой целью. Может быть, вы что-то заберете к себе в практику, даже будучи не беременяшками, все равно. И еще хотела показать как раз после йоги свой уход за телом, потому что вы тоже очень часто спрашиваете, какими маслами, где как, что, какие процедуры можно делать. Первое, что я делаю, конечно же, расстилаю коврик, свой любименький текс. Что мне может понадобиться? Мне может понадобиться вот такая подушечка. Например, когда я хожу на йогу именно в зал заниматься, в студию свою, там я использую для этого болстер. Это еще такая более обширная подушка для того, чтобы сесть тазом на нее. Не было такого сильного уже давления на тазовые косточки, на животик, тоже, чтобы колени себя чувствовали более комфортно. В общем, как-то так мягче, удобнее. И еще мне могут понадобиться блоки. Покажу позже, зачем. А так, в целом, можно и без всего этого. Я просто начинаю с разминки головы. У меня нет какого-то, знаете, вымеренного плана, по которому я каждый раз должна действовать. Я просто обычно двигаюсь, как мне хочется. Кожу плечи назад, слежу за тем, чтобы все время я позвоночником вытягивалась вверх за макушкой. Расслабляю животик, спокойно выдыхаю, раскрываю грудной отдел. Потому что мы очень часто во время беременности делаем такую вещь, как самопроизвольный гиперлордоз. Это когда хочется все время немножко выпереть животик, но не потому что хочется его сделать больше, а потому что центр тяжести смещается. Позвоночник точно так же берет на себя нагрузку в неравной степени. То есть на поясницу таким образом приходит больше нагрузки, потому что ей нужно держать теперь больше вес. При этом еще могут завалиться плечи, то есть грудная клетка закрыться и все. Поэтому дыхание никакого, питание никакого, еще и поясница болит. Поэтому очень важно во время беременности особенно подкручивать таз, но не прям чрезмерно, чтобы живот прям сильно подтягивался наверх, а такое микродвижение. Мне кажется, чисто реально благодаря ему, благодаря осознанному возвращению постоянно. У меня организм уже в целом привык без вот этого прогиба жить. У меня не болит поясница во время беременности, как бы не рос живот, как бы активно он не рос. И скрутки, кстати, во время беременности делать можно, если только они открытые. Иногда на меня просто смотрят, думают, Саша, так можно скручиваться? Ну вот, например, вариант открытой скрутки. Сначала позвоночником вытянулись за макушкой наверх, а потом на выдохе мы скрутились назад. Но я не скручиваюсь настолько туго, что прям вот еще ногу подтягиваю к себе, да, сформируя закрытую скрутку. Нет, здесь у меня животик свободный. Я просто чуть-чуть поворачиваю совсем и взгляд устремляю за спину. На вдохе снова самое важное вытянуться позвоночником. То есть скрутку мы никогда не делаем из кривого позвоночника, из какого-то сутуленного. Большую часть, конечно, практики или там разминки своей я провожу в позе коленно-локтевом. Но, наверное, все беременные слышали хоть раз о ней. Обычно врачи точно советуют ее просто на постоянной основе, всегда, когда чувствуешь какое-то напряжение. Из четверенек прогиб на вдохе и на выдохе круглая спина. Одно из самых, наверное, приятных для всех упражнений, особенно у кого сидячий образ жизни. И вот здесь можно пошевелить тазом, как приятно. И дышать, как хочется. И можно делать круговые, вилять нашим хвостиком, копчиком. А грудью я максимально тянусь к коврику. Прям можно установить подбородок здесь. И видите, такая горка формируется, то есть у малышки формируется больше пространства для маневра. И, по сути, то же самое мы делаем, когда делаем такую же а-ля перевернутую асану с диваном. Ее очень часто рекомендуют тем, у кого тазовое предлежание, делать хотя бы по 30 секунд, 45 секунд, у кого как. Потому что голова может закружиться, если ты не подготовлен. Когда у тебя колени на диване, а локти на полу. То есть прям такая вот горка активная. Для чего мне блоки? Для собаки морда вниз. Потому что я ее обожаю. Но во время беременности многие от нее отказываются, потому что животик некуда деть. И он как будто немножечко защемляется. Но блоки могут в этом плане помочь. То есть руки встают таким образом на возвышенность. И мы не так низко руками уходим. И, конечно, во время беременности ноги наши очень широко встают. Потому что мы просто-напросто можем зажать животик, если встанем на ширину. И мне очень нравится в собаке просто тоже повилять копчиком, тазом, пошагать. Голову прослаблять, покивать, помотать ее как хочется. И при этом здесь у нас также работают руки. То есть без особого напряжения там в животе, понятное дело. Но руки у нас сильные. А это важно. Все равно важно во время беременности не полностью стать тряпочкой, а сохранить тонус мышц. Как минимум в родах нам он очень понадобится. И сильные ноги нам будут нужны, и сильные руки нам будут нужны. Еще вам покажу вариант маласаны. Это одна из лучших поз на раскрытие шейки матки, кстати говоря. В целом, когда идут роды, проживаете схватки. Это поза, в которую иногда женщины интуитивно садятся. Потому что там хорошо идет раскрытие. Но мы делаем ее не в оригинальной версии, когда без блока просто максимально широко ноги. И вот так вот. Потому что для нашего тазового дна и для наших мышц промежности это не совсем сейчас оптимально. Так сильно растягиваться. Представляете, как малыш давит. Если ты в ней еще будешь сидеть минуту-полторы, то не очень классно. А вот с блоком или с двумя блоками, кому сложно, например, чтобы сесть повыше. Это очень даже хорошо. То есть мы максимально расставляем ноги широко. Животик у нас при этом свободный, расслабленный абсолютно. Нет никакого напряжения. Самое главное, мы вытягиваемся за макушкой наверх. То есть у нас полностью позвоночник прямой. И делаем ладони намасте. Таким образом расталкивая локтями колени в разные стороны. Я не говорю, что роженицы сами именно вот в такую позу стоят. Просто хочется вот как-то вот так вот находиться на фитболе в такой позе попрыгать. Или вот просто вот так сесть, как будто на корточке. По сути, это наше естественное желание вертикально провести вот этот период. И помочь малышу спуститься. Именно вот в такой позе активнее это пойдет. И еще очень классно полежать с ногами наверх у стены. Вообще, когда я хожу на йогу именно в студии. Вы, наверное, часто видели у меня в соцсетях других. Мы там всякие разные инструменты используем. И стулья специальные, и тоже болстеры. Чтобы нужную позу создать, воссоздать. Ну, то есть, например, на раскрытие грудного отдела. Вот сюда бы под грудь мне хорошо положить что-нибудь. Кстати, даже можно блок подложить в домашних условиях. Почему нет? Вот так вот. Он тоже довольно мягко раскроет грудной отдел. Особенно если локти вот так разложить в стороны. Но, конечно, болстер будет помягче. И поприятнее. То есть полежать можно дольше в этой позе. Здесь у нас отток крови от стоп происходит. Такая поза релакса. И обычно малыши тоже очень любят эту позу. Если у мамы, конечно, нет никаких проблем с поясницей. И ничего не болит. Таз не затекает. Ну, и мы не сидим здесь, не лежим 15 минут в этой позе, конечно. Так растекается немножко животик. Например, в студии мы можем поэкспериментировать с этой позой. Сделать там випариту карани, например, из йоги. Таз мы расположим еще выше. Прямо вот, например, на стул. И такую горочку формируем. Но дома я делаю все в таком облегченном варианте, чтобы сильно не напрягаться. И можно также здесь в такой полубабочке полежать. Моя спина, моя шея, моя поясница, мои ноги мне очень благодарны. Пойдемте еще за кожей поухаживаем. Первое, что я делаю до душа, это очень быстрый массаж сухой щеткой снизу вверх, чтобы разогнать лимфу. То есть от икр к бедрам, от бедер к тазу. Она такая довольно у меня жесткая, но нормально, терпимо. Не через боль, конечно, делаю. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня какой-то завтрак мечты у меня получился. Это не иначе. Дрипик, гречка, вареное яйцо, авокадо, тост с икрой. Мне вчера так резко вечером захотелось бутерброд с икрой. Благо, есть доставка. Быстрая, уже через 12 минут мое желание было исполнено. А черешня, кстати, не просто так здесь лежит. Я нашла для себя просто идеальное сочетание. Это просто черный кофе. У меня это дрип пакеты, да? Для тех, кто вдруг не знает. Дрип это как будто фильтр кофе в кофейне. То есть прям свежесваренный, хороший черный кофе. С черешней сочетается просто идеально. Я приступаю к трапезе в одиночестве. У меня завтра полные 37 недель. Время просто летит. Оно вообще незаметно летит. Вроде вот неделя за неделей, видосик за видосиком. У меня есть такой планер, в котором вся неделя показана. Я обычно по нему ориентируюсь в своей жизни вообще. То есть я понимаю, что у меня на неделе запланировано. И я вот так незаметно заполняю эти недельки. Заполняю, заполняю. И вот недавно я уже заполняла там июль. Ну, я понимаю, что на июль я ничего не планирую. Просто суть в том, что этот месяц уже открылся мне. Я уже там пишу какие-то базовые вещи. Что я в начале июля в целом могу еще успеть делать уже. Ну, как-то не обязательно, но просто можно. Но вообще-то, может быть, мы уже в начале июля встретимся с нашей малышкой. У меня, кстати, нет ощущения, что я рожу раньше ПДР. То есть сейчас у меня стоит ПДР на 9 июля. У Дениса, кстати, 12 июля день рождения. Мне бы очень не хотелось объединять. Два дня рождения таких близких людей. Все-таки отец и дочь. Не просто там двоюродный племянник, дядя и кто-то еще. Но там, конечно, как малышка сама выберет, как решит. У меня прям, знаете, банка ровно под конец беременности заканчивается. Это обалденное масло. Оно специально прямо против растяжек. Но, как я говорила с прошлой беременностью, как я говорю сейчас, скорее всего, все эти кремы, масла, они работают просто как увлажнение дополнительное, как успокоение себя, что ты что-то делаешь. Потому что, так или иначе, генетика, я думаю, важнее. У меня на животе растяжек нет. У меня растяжки еще с прошлой беременности на груди. В довольно-таки незаметных местах они больше под купальником всегда. На бедрах у меня... О, кстати, у меня же такие штанишки. Могу вам очень даже наглядно показать. Их не видно практически. Они уже ведь посветлели, так как они еще с Евой были мною получены. Но мне просто нравится этот уход. Мне просто нравится, что у меня увлажненная кожа. А на все тело я наношу вот такой крем. Бренд правильная косметика, флюид для тела с бергамотом и вербеной. Мне очень нравится. Он быстро впитывается именно вот для всего тела. Мне очень нравится формат. Не масло, потому что хочется сразу же надеть одежду, например. Быть уверена, что у тебя ничего не отпечатается. И какую-то легкость все-таки в текстуре хочется ощущать. Масло, оно прям такое вот... масло. Вот и весь мой уход для тела. А сейчас у нас с вами будет магия монтажа, потому что, как вы видите, я без макияжа. И сейчас своей ладошкой я закрою камеру, и он у меня появится. Здрасте. Для вас прошла буквально секунда. Для меня прошло 25 минут. Я снова сегодня со стрелками. И под свой зеленый лучок, который у меня каким-то образом случайным образовался, реально все в оттенках зеленого. Я сделала зеленые стрелки. Я даже думала, что это знак. Реально последние месяцы меня очень окружает оливковый цвет. И у нас же был как один из вариантов дочку назвать Оливия. Я даже подумала, вдруг это знаки вселенной. Но нет, честно, я не вижу свою дочку Оливии. Хотя мне это имя нравится у кого-то. И мне нравится, как оно звучит. И оно довольно-таки необычное. Но на самом деле сейчас у Евы, например, в группе две Оливии. На площадке постоянно я слышу Оливия, Оливия. Я хотела на самом деле с вами поговорить о важном. Я знаю, что один из самых больших страхов у женщин, которые собираются идти в декрет, это страх потери финансовой стабильности и невозможности обеспечить себя самой. Даже если есть муж и вот как бы опора все равно. Иногда бывает сложно потерять эту самую самостоятельность. Вы знаете, что я совмещаю материнство и реализацию. И это было бы невозможно без удаленной работы. То есть возможности работать хоть откуда. Без удаленной работы невозможно были бы также наши разъезды, постоянные путешествия. И я знаю, что каждый из вас может также работать из дома и получать самое главное удовольствие от профессии. Поэтому я от всей души рекомендую курс от онлайн школы Skill Factory IT специалист с нуля. Он рассчитан как раз таки для новичков, для тех, кто еще не знает, кем быть в этой сфере. Сначала вы пройдете профориентацию, где в течение двух месяцев узнаете особенности каждой специальности. И попробуйте на практике 9 наиболее востребованных направлений войти. После этого вы выбираете одну из профессий и изучаете это направление, получая, приобретая навыки, чтобы стать полноценным специалистом. Здорово, что обучение проходит онлайн, а значит его можно будет совмещать с работой или учебой. А также на всех этапах вас будут поддерживать опытные менторы, которые являются действующими специалистами в ведущих IT-компаниях. Средние зарплаты IT-специалистов выше, чем у других профессий и для миддл уровня составляют 200 тысяч рублей и выше. У Skill Factory есть карьерный центр, который поможет оформить резюме, пройти собеседование и найти работу мечты. И что супер круто, если не получится трудоустроиться, то школа вернет деньги за курс. Так что пора уже становиться специалистом, за которым охотятся топовые IT-компании. Переходите по ссылке в описании и получайте новую востребованную профессию. А если курс вам не подойдет, вы можете вернуть свои средства в течение 14 дней. И последнее, но самое приятное. По промокоду PASNO вы получаете скидку 45% на обучение. У нас сегодня лего для взрослых пришел наш пеленальный комод. Миллион запчастей. Должно получиться как-то так. Короче, единственное место, куда мы нашли, чтобы поставить пеленальный столик, пеленальный комодик точнее, это в зоне гардеробной. Здесь достаточно много пространства. Здесь, конечно, у меня стояло всегда зеркало в полный рост. Сейчас мы пока временно поставили его вот сюда. На этот финал. Сколько? Два часа где-то? 40 минут, наверное, да? Очень лоу. Поставляется. Вот так вот. Русская компания. Вот, сейчас здесь вот этот яичк нормально. Икея, возвращайся. Меня забрали в рабство. Розово-белые вещи. Если честно, у меня уже идет голова кругом, потому что все эти вещи мы забрали из деревни. Это все Евиные старые вещи. Она их поносила буквально некоторые, мне кажется, вообще один день. Но некоторые хорошо поносила. Но там первые вещички особенно, которые просто, там, ребенок растет как на дрожжах, они выглядят как новые. Конечно же, мы будем их использовать во второй раз, как иначе. Но в чем проблемка? В том, что я не понимаю, как мне сейчас действовать. Что мне делать в первую очередь? Стирать все? Не важно вообще относительно размера. То есть мы забрали примерно все до года из деревни. Сложность состоит в том, что некоторые вещи, например, подписаны как 74 размер. Для Зары, например, это 74. Написано, что это возраст 9 месяцев. И тоже рядышком 74 детский мир для 4-месячного ребенка. Как такое вообще может быть? Почему нет какого-то единого размера, который для всех означает определенные параметры? Потому что я теперь вообще не знаю, что делать. Вот, кстати, наш пеленальный комод. И пока что мы не закрепили верхнюю часть. Она должна быть, смотрите как, вот в таком формате. Вот здесь вот внизу у нас все вот эти досочки для именно столика. Именно для формирования вот этих бортиков. И получается таким образом верхний ящик, смотрите, как исчезает. Ну, то есть исчезает, я имею в виду, его полезное пространство. Ну, вот этого не будет. Тут будут беленькие органайзеры одинаковые. Вот, смотрите, получается, если малышка будет здесь, здесь будет так вот бортик закрываться, здесь будет какая-то мелочь, что под руку удобно брать, там подгузники, всякие салфетки, то полезное пространство этого ящика это правая часть. У меня даже появилась мысль для первых трех месяцев, пока малышка еще не будет переворачиваться, она просто вот ее положила, она лежит. Оставить вот таким образом матрасик. И класть ее именно вот с этой стороны. То есть ты вот так подходишь, берешь и удобненько кладешь как раз сюда. И очень удобно под руку тебе открывается ящик. И здесь можно разместить всякую мелочь типа подгузников, салфеток, ну и какой-то еще одежки, понятное дело. В общем, чтобы не торчала вот эта штука сюда, но это только на тот период, когда малышка еще сама не будет переворачиваться, иначе, конечно же, это опасно. Этот бортик, он мягкий, и когда ребеночек уже подвижный, риск вылететь вообще супер высокий. Смотрите, какие милые аксессуарчики. Решила все-таки я по цветам ориентироваться. То есть сначала перестирать все по цветам, и потом уже все распределять по размерам, притом сама буду корректировать эти размеры, просто вот сравнивая одинаковые вещи и понимая, какой это размер. Милкс нут, супер важная вещь, обязательно буду использовать. А это вообще раритет, посмотрите, какая милая вещь. Это шапочка, которую мы сами сделали для перелета Евы в Таиланд, когда мы летали, ей было 6 месяцев, и это как бы звукопоглощающие уши. Она реально всю ночь там хорошо проспала, не знаю, помогли ли они, но мне кажется, да, потому что детки другие кричали, смогли ее разбудить, а она хорошо спала. То есть мы надели эту шапочку, она такая легкая. Ну еще, конечно, она была на груди. Забрала я малышочка. Малышочек, аккуратно здесь самокатчики гонят. Твой любимый садик. Твой любимый садик. А когда мне уже будет так? Пять лет? Угу. Хочешь поехать или нет? Хочу. На Еве микрофон, между прочим, на мне микрофон, мы сейчас будем беседовать. А ты еще не... Давай, когда придем уже, то мне сейчас неудобно открывать. Мы купили эти, фруто-няню. Фруто-няню фруто-няню. Кусочки, да? Как они называются? Мне нравится фруто-няня. Вот самокатчики, видишь, как гоняют? Я самокатча... Я самокатча... Ты тоже самокатчица? Расскажи, куда идем? На бассейн купаться. Тебе нравится? Холодной водичкой. Как это холодно? Там такая жра. Ну мне жалко. А, в смысле? Говоришь, холодная, а потом, говоришь, тебе жарко. А проделись, мадам, тебе жарко или холодно? Жарко. Ну там же можно пойти в большую воду, там попрохладнее. Нет, не холодно. Там холодно? Так, и столбия. Тик-тик-так. Подъем. Мои новые. Да, кто тебе их подарил? А ты не помнишь, как ты родилась? Нет. Нет? Нет. Да некоторые детки, представляешь, помнят. Помнят даже, как у мамы в животике жили. Может, она... Вот с нашими глазами, с папой. Может быть, у нее будут карие глазки, да, как у вас, папа. А может быть, как у меня. Зеленые. Нет, вообще голубые. Да. А не столб. Ладно, цвета вкусняшки, да. Написано яблоко, персик, да, наверное. Немножко подкрепиться перед плаванием, да, Ива? После бассейна будет уже у нас нормальный ужин. Ты уже такая большая левчонка, Ива. Такая самостоятельная. Вон разные носки надеваешь. Ну, пойдем плавать? Давай последнюю штучку и пойдем, да? Давай три. Нет. И четыре. Смотри, тут осталось-то всего. Ладно, давай два. Ну так, побежи дешенькой. Да, вот побежи. Так. Все, тут стоишь. Опа. О, тебя. О, тебя. Хахи. Иди, очки размечу. Так. Ты, ты хочешь, да, больше? Заходи, дорогой человечек мой. Что ты делаешь? Создаю кровать. Потому что наши русские произведения, как всегда, они там просверлили, пришлось сверлить свое отверстие. Тут просто вот не сходилось в что-то. Короче, на этой четвертая дырка была на 20 сантиметров выше, чем должна быть. Поэтому пришлось просверлить здесь, чтобы все было на одном уровне. Не-не-не-не-не. Что происходит у нас в спальне? Вот, кстати, как мы используем хранение. Здесь все зимнее. Сейчас Денис отодвинул кровать нашу вправо, чтобы мы сюда поставили кроватку детскую. Эти вот следы остались от кровати. Надеюсь, это восстановится. К слову, о кроватке. Там сейчас Ева сидит в домике. Ева, покажись. Ты где? Вы посмотрите на эту малышку, Ева. Это что? Ты решила примерить? Нет. Просто это реально какой-то стиль восьмидесятых. Еве было месяцев шесть, когда она носила эту кофточку. Захотелось вспомнить детство, да, Пупс? Да. Я хочу вам показать просто гениальную вещь, как мне кажется. Ну, пока что мне это кажется. Знаете, да, всякие есть контейнеры. Понятно, вот разделители, органайзеры. Но это какая-то вообще инновационная штука. То есть она продается вот такими пластами длинными. Вот так вот. И вот это все, это просто были вот обычные пластинки. Но я их подрезала. Их можно просто ломать. Вот по этой длине. То есть ты регулируешь сам себе под нужную длину, нужную ширину. И вот это, например, я решила сделать для водиков. Они как раз маленькие. В общем, мне не хватило еще для того, чтобы закончить вот здесь. Может быть, я вообще это не буду использовать для первого ящика. Потому что в первый ящик хочется большие разделители. Именно как для подгузников, для салфеток, все такое. Но вот это все, конструкция, она передвигается. Просто ее можно переставить в нижний ящик, например. Есть обновочки, которыми я хотела поделиться именно в этом видео. Раз уж у нас такая пляска, такая тема. Во-первых, нашим итоговым положением, расположением кроботки. А во-вторых, вот этой безумно милой косички. То есть это такой единый бортик. Сейчас я подробнее еще расскажу, почему мы именно на ней остановили свой выбор. И распаковочку вместе с вами сейчас сделаю. Что же это такое красивенькое? Что я хотела добавить насчет этой косички? С Евой мы использовали бортики в кроватку. Это такие, знаете, подушечки были, которые скрепляются ленточками. И друг с другом, и к кроватке их можно присоединить. В общем, они роль бортиков выполняют. Но это, знаете, тот самый вывод, который ты делаешь после первого ребенка. Лично на моем опыте, на моей практике. Они неудобные. И скорее это пылесборник какой-то, потому что потом это вот остается миллион этих подушек. Они там одна упадет куда-нибудь, нужно ее ставить на место. В общем, это не какая-то такая целостная конструкция, как здесь удобно с косичкой. И плюс, что мне нравится, косичку можно использовать будет позже. Например, на большой кровати, чтобы оградить малыша, создав ему такое вот уютное пространство. Плюс, мне, если честно, кажется, так как-то эстетичнее выглядит, как-то минималистичнее, проще. Ее, кстати, можно стирать в стиральной машине, прикиньте, на 30 градусах. Но сушить, конечно, не в барабанной сушке в нашей, а просто вот в расправленном виде. Что у меня здесь такое? Это наш мобиль на кроватку. А это конструкция, господи, как же она... Вот именно когда нужно было снять это и рассказать вам, я забыла, как это называется. Это домик, короче говоря, такой, под которого ты кладешь малыша, когда он еще не сильно умеет переворачиваться, и он может лежа на спинке смотреть на вот эти штуки. Все в таком деревянненьком стиле, красивеньком. В общем, сейчас будем распаковывать, устанавливать, если у меня это получится сделать, если нет, дождусь Дениса. У меня сейчас за окном еще такая пасмурная дождливая погода. Такое серое небо. Так атмосферно, чтобы всякими домашними штуками такими позаниматься. Малыш лежит, например, на коврике обычном для ползания или на пеленочке, или хоть где. И ты ставишь сверху у него такую штуковину, ему хочется дотянуться, хочется там перевернуться, поглазеть, потрогать. Вот эта штучка, например, звуки такие издает. Груша тоже. Это колечко просто на такой резиночке туда-сюда. И грибочек. Все это хорошо обработано, мне очень нравится. Боже мой, какая же прелесть! У нас тут есть схема сборки. На самом деле выглядит все не так сложно. Слушайте, я сейчас испугалась, что не позволит расстояние от кроватки до стены сделать эту штуку, установить. Но походу хватит, потому что как раз-таки бортики нашей кроватки по краям чуть-чуть выступают вот ровно на это расстояние. Ну, я надеюсь, конечно, сейчас будем смотреть. Рекомендуют как раз-таки вешать мобиль не над головой, а примерно над животиком, чтобы малыш не себе вот так вот туда вот засматривался. Короче, будем пробовать. Ой, я что, попала? Я попала с первого раза! Ну и самый трогательный момент. Ева, кстати, очень-очень любила мобиль в детстве. У нее были самые дешманские какие-то рыбки. Но зато там была музыка. И сюда я, кстати, тоже дозакажу именно вот блок музыкальный, потому что хочется, чтобы и крутилась, во-первых, вся эта история, и была музыка. Сто процентов. Это кто? Единолог. Ты такая любовь. Сегодня утром он меня именно разбудил. Он начал как-то... Ева, сделай какие-то причмоки, какие звуки он делает. Ага. И вот с этими звуками Ева ко мне пришла такая... Мама, вставай! И везурок проснулся. Я с Евой нарисовала. Папа идет, папа идет, папа идет. А расскажи, как вы спали сегодня с Евой, как успехи нашего разделения сна? Сегодня не очень хорошо. Вообще, получается, сколько уже? Два месяца прошло, да? Как, Ева, ты переехала в свою кроватку? У нас были пока, ну, таких три успешных дня, если считать еще вчерашние. Когда Ева полностью до утра проспала сама. Мой любимый завтрак здесь. Это большой завтрак, он называется. Сюда входят два яйца. Можно выбрать вариант приготовления. Ева обожает эти лепешечки. Цветную капусту, зелень, халуми, томаты, лосось и намазки. А, еще черный кофе. Сейчас я собираюсь к акушерке на консультативный такой прием. Где я задам ей миллион вопросов. Надеюсь, я ее не напугаю. Это довольно быстро, я думаю, будет. А еще, возможно, прям сегодня мне покажут ту родильную палату, в которой мы будем рожать. Потому что мы уже заключили договор с роддомом. И я там не была в этой палате, своими глазами ничего не видела. Но у меня там подруга рожала. И в целом я видела ее изнутри на фото, на видео. Это потрясающая палата. Но, конечно, я бы хотела заснять это тоже для влога, как минимум. И сама посмотреть, пощупать. Если там сегодня никто не рожает, то, скорее всего, меня пустят. И я могу что-нибудь подснять. Вопросы касательно родов. Касательно плана родов. Насколько у нас сходятся с акушеркой наши взгляды. Потому что у меня есть две акушерки, которых рекомендовала моя Доула. Сейчас надо понять, что я хотела сделать. Я хотела подвести глазки немножко. И я просто хочу с ними, с обеими поговорить. Насколько мне откликнется каждая. И выбрать по итогу какую-то одну. Ну и задать вопросы про конкретно роды. Про выжидательную тактику. Например, если воды отойдут раньше, чем начнутся схватки. Готовы ли они давать мне время, а не торопить. Это просто... Почему именно это сейчас мне пришло в голову? Потому что мне этого не хватило именно с Евой, например. Я как будто, знаете, немножко была на счетчик поставлена. Хотя мне можно было дать больше времени. У меня было все хорошо. Воды были светлые. Я чувствовала себя потрясающе. Что у нас там творится на кровати? Это сегодня мой офис был. Я сегодня здесь очень долго монтировала видео. С перерывами на разборы коробок. На постоять в кошечке в колено-локтевом. Потому что так, конечно, долго я не сижу. Хотелось немножко помонтировать кровати. Поэтому там вы видите термос с водичкой. Такой это старый карандаш. Это Vivienne Sabo. Мне кажется, когда Ева еще даже не была в планах даже. Реально. У меня уже был этот карандаш. И я его использую довольно редко и зря, мне кажется. Потому что им очень быстро можно нанести такую вот стрелочку. Вроде и на каждый день. Но вроде она подсвечивает глазик. А если мы с ним кровать добавляли, то ему какую-то прикатят или это и есть его кровать? А, что-то что-то что-то. Когда раскладываются подушки, прям как полотенца. Ага. Вот здесь все управляется у нас планшетом. Все это выключили, да? Ну, например, мы хотим закрыть жилюзи. Очень удобно. Вот это вот управление, конечно. Да, не надо никуда передвигаться. Если вставать тяжело, вот здесь ручка есть. Это кнопка вызова. То есть медсестры, акушерки. Тут все написано. Это по поводу ребеночка, если есть вопросы. Это просто кушает. Очень, кстати, такая удобная кровать. Вот кошки здесь. Вот здесь все регулируется. Очень удобно. Вот ребеночек в этой кроватке его уже заправляют. Тринальный столик тоже все заправляет. Сюда колбаются пеленки. Обычно в достаточном количестве. И ситцевые сюда выкладываются подгузники, всякие салфетки. Здесь вузел, полотенце, все, рубашечки тоже меняются. Генетический душ, ну, всякие такие вот штуки. Тут есть, да, если только вам. Вы не успеете. Ну, он набирается в этом статусе. Ну, да. Ну, да. Ну, здесь уже вот эта сфера. Ага, здесь подсветочка. Вот этот вот такой свет, возможность его настроить там тоже есть или нет? Везде. А, ну, понятно. У нас уже с вами приятная... Традиция после визита врача прогуляться в парке. Что хочу сказать. Мне очень понравилась акушерка. Мне понравилось ее видение, ее тактика. Ну, точнее, это не персональная ее тактика в родах. Но все равно, несмотря на то, что протокол у всех как бы вообще общий, и если что, у моего предыдущего роддома тоже, в котором я рожала Еву, то есть они одинаковые. Все равно подход конкретно врача, конкретно акушерки может быть разный. Закатное солнышко, смотрите, какое. И вот по такому как раз разговору, по такой беседе, и понятно, что для него вообще значит роды, как он говорит об этом, какой смысл он, например, видит в каком-то этапе. Например, для меня важно, чтобы вот этот золотой час после рождения ребенка был у меня на груди. То есть если все хорошо, роды пришли без осложнений, все хорошо со мной, все хорошо с малышкой, ну зачем торопиться и забирать ребенка на какие-то взвешивания, вымерения, роста, ну что изменится от часа. От часа, такого важного часа, на самом деле. Есть целый фильм про золотой вот этот час, вот этот период нахождения на маме, почему он так важен, какие процессы он запускает, и что этот час, его не повторить никогда. Он очень мощный, и там очень много смысла. Мне показали палату, родовую палату, палату послеродовую, послеродовую, как это говорится. Мне вообще все нравится, очень. Еще больше так вдохновилась, захотела рожать. Все поснимала Денису. Вообще-то хотели на экскурсию с ним вместе пойти, но как-то так получилось. Оп-оп, быстренько я говорю, давайте сейчас посмотрим, я просто ему сниму, и лишний раз уже не будем мотаться, ходить. И я вообще в восторге от всего. От кровати, на которой послеродов можно лежать и управлять там все. Пульт управления там такой мощный. И палаты, собственно, родовой. Что-то много места, есть куда поставить бассейн. Есть мячик, есть мат такой, ну типа свой даже йоговский не надо брать. Я потому что думала свой йоговский мат, точнее коврик взять, чтобы, например, в кошечке схватки проживать. Но нет, там есть все, что нужно. Ну что, я думаю, это был последний мой беременный влог. Вероятно, мы увидимся уже после родов. Оставляю здесь свои соцсети, чтобы мы не потерялись на это время. И до скорого. Ваша Саша.